здарова народ добро пожаловать на новую серию по спаржи в этой серии я постараюсь уже до устанавливать электроусилитель руля и также разобраться почему у меня плохо заводится машина я перебирал полностью электрику за электриком который мне наворотил делов немерено сегодня поскольку буду ставить электроусилитель ну сам мотор соответственно буду снимать замок зажигания и уже посмотрю дело либо это в замке зажигания либо тогда в реле не будем затягивать сразу приступлю к делу с вас подписка лайк подписка на все остальные мои соцсети погнали так раз прошлый раз оковырялся вот значит у меня провода на самый усилитель пода от замка зажигания вот они сделаны у меня теперь съемными повторюсь кто-нибудь стрелал прошлое видео у меня вот провод на вот эту вот косу которого сантиметров 15 шли провода там у от всяких потребителей там стеклоподъемники и так далее все сделал по грамотному переключил теперь все сюда перри подключил и теперь у меня спокойно снимается замок зажигания гитару вот эту или как правильно назвать я уже снимал стоит у меня от шеви нивы чтобы я смог поставить кожух уже от евро панели также переключатели нормально и чтобы поставить руль от вест и при этом у меня нормально по длине все было у меня подготовлен замок зажигания он держится у меня на уже двух шестиграника ход который я смог сейчас открутить и я не смог подлезть под отвертку под минусову у меня уже сделан вот идет срывные болты поскольку я уже снимал сама гитара она находится уже на гайках на болтах все по-нормальному в общем снял я замок зажигания хочу его оставить чтобы снять с него личинку вот это вот блокировку рулевого вала чтобы в дальнейшем поставить кнопку старт-стоп и у меня не остался здесь ключ обычно как ставят кнопку старт-стоп просто разбирают дербанят замок и чтобы ну было как основа в которую упирается кнопка и оставляют там ключ точнее его переламывают чтобы не срабатывала вот эту вот защита я хочу постараться вытащить не знаю не смотрел даже как она вытаскивается он думал разберусь по факту также как я наверно уже говорил про что серии поменял и поменял я уже все на шестигранные болтики такие красивые оставшиеся 2 просто уже вода выкрутил все он мне немножко конечно поломан такого же 10 раз туда-сюда и вот кстати у меня датчик вставленного ключа вот скажем забыл как она называется он думаю вы меня поняли уже за 15 счет начал также тут все разобрал немножко подправил гитару потому что она была мне немножко перекручена теперь мне ничего не мешает открутить 4 болта на 13 и по-моему 5 на 13 идет в рулевую рейку и эта гитара просто сюда вынимается полноценно и заместо нее ставится плита и уже к ней электроусилитель болтики гаечки все у меня есть в инструменте поэтому не думаю что это займет много времени также еще попутно начал обрабатывать низ двери цинкарем уже прошелся на второй раз становится получше дверь повторюсь крашеный год назад и уже из-под шва у меня все по вылезала очень некрасиво смотрится но сейчас это дело полечим уже местами образовался цинк покрытие защитная сейчас еще она чуть-чуть тут поплавит мне уберет рожу и потом можно будет подкрасить все равно долго буду ковыряться кстати это единственная дверь на которой это все дело вылезла на задних и на пассажирской двери все замечательно кое-как я это дело снял заняло это у меня час а по факту это заняло бы у меня где-то минут пять почему потому что я все это дело раздрахитил и я просто расслабив вот этот болт в конце думал шлицы подосвободятся я просто вытащу но оказывается этот болт он был как еще стопор то есть до конца если бы вытащил у меня бы все вышло спокойно но я этого не сделал долбился долбился уже тут и все померил и перемирил и уже открутил не открутил все что такое можно уже даже вот этот карданчик на две части раздербанил с этой части снял и кстати тоже вот когда я снял отсюда болт только тогда у меня вытащилась тут гитара и только после этого я догадался что полный мудозвон и достаточно было сделать это вот здесь и все бы спокойно я поставил так все под прибрался убрал лишнее помыл ручки теперь буду ставить пластину ставится она вот так точнее вот так чтобы изгиб был по моему в эту сторону ну если нет то тут перевернуть буквально две секунды болты ведут все те же получается две гайки вот они идут и два болта каким-то проставочками но не за здесь они походу не понадобятся то что здесь плоская поверхность вот и кстати вот эти проставочные кольца которые идут сюда они шли в комплекте но с одной гайкой вот жопашники одну гайку за за жопе или ну ладно у меня полно их как без проблем сейчас две секунды она будет стоять чё-то я начал закручивать эти вот болты на 10 и они как-то легко крутятся скорее всего там пришел пиздос резьбе это в этой части но вот одно подчет и закручивал долго а вот эту чип от затянул и дальше не стал крутить потому что наверно там уже сорванная резьба в этих обоих ну ладно закрутил держится ничего не вываливается и главное эти тоже легко крутятся но я их так подзатянул слегонца чтобы тоже вот эти вот шпильки не обломить дергаю-дергаю ничего не происходит вывел разъемчик под бортовой компьютер ну как на счетах приборов а так вот начались первые проблемы начал закидывать мотор и оказывается что вот эта часть мозгов ну вот это часть упирается вот в эту платформу не знаю для чего она нужна у меня к ней ничего не было прикручено вот я расслабил болтик вот он тут был он начинает болтаться сейчас не знаю либо его попробую замять либо как-то выдолбить его отсюда потому что раз он болтается значит он ни на чем больше не фиксирован быстренько записываю в общем накинул и мотор проводку пока бросил через вниз надо будет выпиливать вот весь вот этот вот угол можно было право проводку через сюда я так понял этот хомут он как раз и держал проводку раньше на приори не знаю просто я не видел как он на приори стоит в общем не может быть все так просто приехала на работу нужно подпилить карданчик а именно вот эту вот часть вот куда показываю буквально миллиметров пять краю надо подтащить на наверно подключу побольше чтоб наверняка вот так вот эта схема выглядит этот второй карданчик который я так и не вернул на разборку мне отказали ну ладно сейчас на нем проэкспериментирую вот здесь такая вот хитрая гай хитрый болт идет вот как ромбом вот он по вот этой вот дорожке плоской и бегает и упирается вот в эти как раз выступы у меня по длине как раз таки не хватает его растянуть буквально на 5 миллиметров вот он у меня вот вот где-то в таком состоянии вот так вот грамотно получилось тоже с таким вот выступом сделать правда на почти на конце немножко переборщил но ничего страшного зато хотя бы будет регулироваться если вы скажете что типа может переломиться нет она не переломится потому что здесь квадратные ну сечение квадратная форма она всегда хорошо заходит и как видите остается очень много еще ну глубоко она туда заходит и здесь нагрузка идет вот этот вращение как на скручивание вот они вот так вот чтоб на этих на изгиб вот блин делов тут на одну минуту вышло даже на 30 секунд где-то так пришлось ехать через грубо говоря полгорода сейчас еду обратно ставлю карданчик закидываю руль затягиваю его и все можно на сегодня заканчивать потому что это просто капец и у меня заняло это весь день потому что нету гаража нету света нету инструмента подходящего вот был бы я допустим в гараже да вот в тегиле где обычно и делался всегда я потому что давно бы это дело уже десять раз все поставил по поводу кстати пластика пластик я буду потом вырезать сегодня я уже ничего не хочу делать все равно мне надо будет менять мозги на электроусилители поэтому все равно его по новой снимать этот вот эти карданчик откручивать откручивать его сам четыре болта там вот этих вынимать его оттуда и только уж тогда я могу спокойно красиво вырезать пластик благо он там я его нормально так просверлил откусил чтобы не мешало вот прям вот еще тютелька в тютелька он все встает и нужно будет перенести немножко провода потому что он им мешает и не забываем что спонсором этого выпуска стал интернет-магазин Бункер ссылочка в описании я не показывал кто смотрел мои влоги мы открыли свою мастерскую вот так это сейчас все выглядит у нас прям дела идут полным ходом кто помнит я показывал просто стояли зеркала еще на полу по моему даже не было стенки либо она была уже не было стойки по моему точно и вообще было пусто сейчас же мы работаем активно вот повешили зеркала сделали для них окантовочку сейчас все уже нарядили под новый год появилась витрина наклейки телек там столов немерено вон ключи уже делаем верстак второй верстак ювелирный надо покупать для меня потому что сейчас с отцом на одном работаем вот этот верстак тоже куда-то надо девать часовой мастер у нас также появился часы всякие старые делаем вот как-то так в общем вкратце быстренько все описал это я вот такой вот колхозник дядя Ваня потому что стачка ковыряться по земле ерзать это как бы ну такое себе прошло пару дней я умудрился приболеть пока ковырялся с машиной но сейчас все наконец-то доделал подпилил я карданчик тот карданчик который я делал на работе он не подошел потому что у него там шлицы почему-то не хотели заходить по итогу и плюсом вот эта часть которая обходится квадратная она тоже что-то видимо молотком подрасплющил не хотела вставляться в эту ответную часть поэтому пришлось на следующий день отдать все отцу чтобы он мне все подточил на основном хорошем карданчике который шел вместе с электроусилителем и сейчас я пришел поставил и все встало вот так это дело все выглядит встал он хорошо по шлицам зашел закрутил затянул не до упора не до упора точнее его вогнал но вот с этой стороны где ответная часть вот тоже все загнал не до самого конца вот где плоская часть я как и говорил не хватает буквально пяти миллиметров чтобы просунуть этот штырик вот этот ограничитель болт как его угодно называйте подпилил все встал затянулось все хорошо то есть эти пять миллиметров то что я подпилил они роли не сыграют на рулевом управлении запаса вот это вот вала куска большой поэтому ничего не провернет ничего там не выскочит по глубине тоже заходит он все хорошо вот у него благо говорю есть запас отъехал буквально сейчас туда обратно пару раз чтобы выставить ровную руль сейчас его снимаю перекручиваю пока ездил заметил то что у меня лужа под защиту образовалась сейчас еще надо глянуть и посмотреть что там конкретно происходит сейчас наверное многие спросят а где же то что ты делал подключал к планшету куда все это делось убрал я все потому что у меня навернулся планшет я не знаю почему он просто перестал работать соответственно пока подключал электроусилитель шуршал везде по проводке решил все убрать потому что не помнит я говорил в предыдущей серии что у меня будет стоять здесь 10 дюймовый планшет на андроиде и к нему соответственно будет идти два или там один провод сигнальный которая потом через коннектор или как его там правильно их назвать подключил кнопкам чтобы у меня соответственно полностью кнопки все работали от двух проводов благо эта система она как на вести как на любой новой машине там считывает сигналы от кнопок то есть допустим один раз нажал она там подает по проводу допустим три коротких сигнала магнитола это видит и выполняет эту функцию как-то так вкратце я вам объяснил как это дело происходит поэтому это буду все переделывать все поставил я наконец-то руль подушку кожух на место скажу что по кожуху он стал одеваться немножко плотнее потому что прибавилась проводка от электроусилителя так же сам вот этот рулевой вал он немножко не той формы стал там мотор плюс-минус но мне в принципе нравится то что он сел более менее адекватно по боковым зазорам вот по вот этим зазорам я думал будет хуже но если честно я уже забыл как было может было так же либо где-то может чуть поглубже даже вот это видно поверху теперь у меня стало хорошо видно вот этот разъем но с ним ничего не сделать его только если удлинять что касаемо низа торпеды вот этой вот части вот этой а следующий раз когда буду снимать мозги у электроусилителя все равно придется снимать опять полностью я выпилю нормально потому что у меня в данный момент не было собой инструментом там нечем пилить на шуруповерте там диск маленький свой ювелирный прямо стерео вырежу аккуратненько и напильником подровняю чтобы было все красиво что могу сказать по высоте в принципе мне нравится вот так которая получилась вот допустим я сижу как-то плюс-минус вот так вот ровненько да мне нравится то что вот в этот вот промежуток видна приборка ни ниже ни выше как раз не нужно вот это самое сейчас высокое положение могу только сделать ниже это будет где-то вот так но это совсем низко будут в ноги упираться уже вот кто-то поднимает себе рулевой и вот это тут вот эту переходную плиту где она вот поднимают ее но мне в принципе так все устраивает не нужен самый космос ногами я это все дело не цепляю вот сейчас зацепил вот ну и смотрится в принципе адекватно вот даже сейчас уже забыл как это все выглядело без него ну да в принципе выглядит адекватно в принципе как и было и 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 она штатная десяточная также штатный десяточный карданчик вот этот вот это от chevrolet niva номера я не помню ссылка будут в описании на этот рецепт но вот эта вот часть вся она уже как бы продана продана она артему на 11 уйдет у него тоже старая панель ранее у него машина 99 года и у него торпеда она прям даже с такой шагренью как на шестерках такая крупная шагрень это очень прикольно классно в общем не успел я приехать домой практически сразу же но спустя два часа никитос привез мне гранату внутреннюю точнее внутренний шрус вот он новенький обошелся у меня в 200 шел он вместе вот с такой ужасной резинкой причем вонючий жесткой с этими ужасными хомутами вот такие вот стрёмные как вообще мелкий мятый благо у меня в запасе лежат уже чуть больше года вот такие хорсовские силиконовые пыльники две штуки вот один как раз из них смазка шруса новая лютые хомутики вот такие вот удобные если дождились они своего часа лежало это у меня все потому что когда я ставил промвал я покупал думал сразу же поменяю все пыльники перезабью смазку но это не пришлось сделать ладно похвастаюсь сразу же вот здесь находилась 10 дюймового магнитола которую вы уже видели купил также новые дневные ходовые огни такие же как у меня ставят в бампере только вот за четыре сутки вы мудрился их достать купил c6 аж первые фары новые и самое главное это кнопка старт стоп которую буду ставить уже в начале следующего года идет там с двумя инструкциями на русском языке с двумя такими брелками хорошего качества сама кнопка тоже отличного качества прям такая плотная и вообще визуально даже она очень приятно выглядит а также инструкция на родном и своем языке там китайского или каком вот антенны кнопка аварийная разъемы сам блок такого небольшого размера в принципе по качеству мне все понравилось покупала в магазине там был прям стеллаж с этими кнопками разных с разными функциями с разными ценами я выбрал средняя то есть под мои параметры там автозапуск открыть закрыть и без ключевой доступ самое главное пошлась она мне в 4000 рублей плюсом тарах ложки это 4 400 магнитола мне обошелась 9000 она на авито висела 8 500 но сказали что закончились остались только за 9 за 9 потому потому что они типа чуть-чуть получше перепрошиты там у них лучший отклик на экране и там еще какие-то функции мини добавлены c6 мне обошлись 500 рублей тоже на авито нашел заехал другой рынок по пути как раз пока ехала за кнопкой и купил там ну типа мини-магазинчик со всякой дребутной и там продавали за 500 рублей просто подарок вот надеюсь в следующем году я уже наконец-то добью этот электроусилитель еще в начале следующего года у меня в планах также в начале следующего года поставить в планах кнопку старт-стоп и как вы уже могли заметить на пролетах до подключить магнитолу 10 дюймовую вот будет это такой небольшой спойлер она пока у меня работает в таком проверочном режиме подключила просто от подсветки приборов его не буду затягивать надеюсь вам видос понравился обязательно поставьте лайки подпишитесь на группу вконтакте на инстаграм можете просто добавляется даже в друзья вконтакте обязательно оставляйте комментарий лайкайте видос это помогает ему в продвижении соответственно меня это бодрит и поднимается настроение записываю видосы делать контент качественнее ланика всем до встречи увидимся уже в новом году всем пока